Ежа нельзя вычесать. Сегодня давайте я объясню подробно, объясню, что такое вековное поле у нас, ну, вообще, вековное поле. И, соответственно, мы докажем, почему все это строго докажут, вернее, что это строго. Для тех, кто знает, что такое ингредиентная функция, что такое производная, будь строго. Для тех, кто еще не знает строгого определения прерывности, дефилицированности, для тех, кто будет не строго. Но это будет честно, в том смысле, что как только вы узнаете точное определение прерывности и такие вещи, то это доказательство действительно станет строгим. То есть в нем не надо будет уже менять. Но уж когда узнаете, я советую пораньше узнать, потому что не так уж это все и сложно. Давайте я сначала приведу пример, вернее, даже несколько примеров, векторных полей на окружность. И так себе, что у нас есть система, как и у нас. И на ней есть единичная окружность. В каждой точке единичной окружности делаем очень простую вещь. Вот есть вектор с координатами x, y, мы его поворачиваем и откладываем сюда. Давайте поймем, как это точно написать в координатах. Наверное, так. Это будет минус y, x. Давайте я объясню, почему. Если у вас здесь вектор x, y, и мы его скалями умножаем на минус y, x, то это будет минус x, y плюс x, y. То есть, действительно, будет минус. Ну, или для тех, кто любит смотреть на треугольники, я просто посмотрю, вот этот вот треугольник, в общем, все. Векторное поле в каждой точке этой окружности по длине равной единице и является косым. Что происходит, если мы все эти векторы отложим от некоторой одной и той же точки космоса? Ну, очень простая вещь. Мы видим, что сначала вектор шел вверх от 99. Дальше он двигается, и когда точка дошла до точки скандатной 0,1, то он стал вот таким. Когда мы дошли до точки на минус 1,0, то дошли сюда. Когда мы дошли сюда, вектор такой. Ну, и когда дошли в исходную точку, то, соответственно, вектор сделал один поворот вокруг начала координаты. Согласны? Так вот, ребята, дальше нужно произнести следующие слова. При непрерывном изменении количество оборотов меняться и будет. Все из вас, кто знает, что такое непрерывная функция, знают, что она обязательно одномерно-прерывна, знают, что можно построить соответствующую величину угла. Идея в следующем. Когда у вас на плоскости есть любой вектор, то на самом деле угол, который он образует с положительным направлением IC-абсцесс, это не обязательно 90 градусов, а это может быть и 90 плюс 360, или 90 плюс 720, или 90 минус 720, и так далее. И нужно доказать такую теорию, что когда у вас конец этого вектора непрерывно движется по плоскости, то можно непрерывно выбирать этот угол, ну и, соответственно, когда вектор вернется в свое положение, то надо взять разницу между вот этими вот выборами и разделить ее на 360 градусов. Это и будет количество оборотов. Так вот, ребята, этот момент я сейчас замок, повторяю, кто знает, что при непрерывности тот это все поймет сам, кто не знает, тому надо просто узнать. Вот, по существу, поверьте, количество оборотов веревки вокруг какой-то точки при небольшом изменении веревки и при небольших стихах точек не меняется. Замечательно. А теперь посмотрите, как это здорово. Я привел пример векторного поля, у которого количество оборотов равно вот говорили, что это особая точка. А, кстати, а почему она особая? А потому что если вы посмотрите на эту форму, то во всех точках плоскости вектор не нулевой, кроме одной точки с равзинатами 0,0. У этой точки вектор 0,0. То есть векторное поле в этой точке обращается от 0. Отлично. теперь давайте смотреть другой пример. Я сейчас напишу формулу еще проще. Векторная формула задана просто формулой x, то есть каждой точке окружности, то есть замкнули свою окружность, вот система координат, каждой точке окружности соответствует ее радиус вектор. Действительно южно. то есть в каждой точке у нас просто-напросто вот так вот. Давайте посмотрим, сколько оборотов дает эта векторная поле. Это интересно. В этой точке мы всегда выходим из этой точки и проходим обороты. В этой точке это было все откладываем одно и то же это было вправо. Дальше пошли-пошли-пошли-пошли и дошли до вертекали. Пошли-пошли-пошли послушайте, а ведь тот же сам оборотов. Это опять один оборот вокруг начала векторной векторной более другом, а количество оборотов тоже самое. Кстати, это на самом деле совершенно удивительно. Посмотрите, как можно было из вот этого векторного поля получить этот. Очень просто. Вы могли в каждой точке дать приказ потихонечку поворачивать вектор. Смотрите, у вас есть такое векторное поле. Давайте договоримся, что в момент времени т вы в каждой точке вектор повернете по часовой стрелке на угол t. Ну, если угодно, если хотите, чтобы время было 0,1, на угол 90 градусов умножить на t. Итак, по часовой стрелке на такую величину 90 градусов умножить на t t пробегает весь отрезок от 0,2,1. Тогда все легко. Если t равно нулю, то просто ничего не отворачивать, при маленьких т чуть-чуть повернуть, поэтому, кстати, обходов не могло измениться. Потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и когда t равно единице, то повернули ровно на 90 градусов, и это получилось вот такое. То есть, на самом деле, мы можем непрерывно продеформировать вот это все векторное обзоре, но это, не изменив количество оборотов, оно и не изменилось, и там бывательно был 10. замечательно, интересно, а можем ли мы придумать векторное поле, которое даст, я не знаю, 2017 оборотов. Такое векторное поле реально изменив на окружности? Ну, на всей плоскости. На самом деле запросто. Абсолютно запросто. Объясняю, что нужно сделать. Вот здесь вот у меня, чтобы был один на паркете, у меня вектор просто спадал с радиус вектором. А я же могу сделать ему такой приказ. Посмотри, вот тебе нужно в этой веке, да, ты возьми вот этот угол и умножь его на 2017. И после этого, от этого уровня отложи 2017 вот этих вот углов. давайте я запишу эту формулу для того, чтобы вы поняли, что действительно такое электронное поле существует и, что называется, в нем нет ничего такого неестественного. Лучше, проще всего записать это при помощи комплексных чисел. Смотрите, как в комплексных числах выражается возведение в степени. Вот у вас есть какой-то вектор x плюс y. Тогда вы говорите, что если плита изменится, она в основном интересует нежнах нужности, то увеличить вот этот угол в n раз очень просто. Для этого нужно увеличение x плюс y сопоставить x плюс y в степени n. Ну, если хотите без комплексных чисел, то это пишется так. В конце лет, любую точку на окружности можно записать как косинус и и синус. Так вот, такой точке поставим в соответствии вектор косинус n синус n будет крутиться в n раз быстрее. То есть, на самом деле, здесь все совсем просто. Точь идет по окружности, при этом у нас здесь радиус вектор, так вот, этот радиус вектор крутится в n раз быстрее. Тогда, когда эта точка придет в исходное положение, все будет замечательно. Радиус вектор успел n раз крутиться, поэтому разрыва векторного поля не возникнет. Но он успел сделать n оборотов. Замечательно. Кстати, в частности, возможен и минус один оборот. Давайте посмотрим в этой формуле, что надо сделать, чтобы получить минус один оборот. У нас косинус минус это то же самое, что косинус фир. А синус минус фир это минус синус фир. Ребята, оказывается, векторное поле очень простое. Мы ставим ему в соответствии x минус y. Это настолько важно, что давайте я это отдельно несу. Векторное поле задается формулу x минус y. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Итак, вот у меня есть x равно единице, y равно 0. все замечательно. Вектор смотрит вправо, все хорошо, вектор лично фир. Итак, у нас есть гиперпулы, эти я даже еще раз нарисую, только на этот раз начну с гиперпулы. Вот у нас есть всевозможные гиперпулы, заданные уравнением x, y и у нас есть векторное поле. Вдоль оси y к началу, нас притягивает, что называется, к началу картина. Здесь наоборот нас вдоль оси x нас отбрасывает. Надо представлять себе, что поток приходит вот отсюда и приходит отсюда и после этого расходится и уходит туда. Сейчас давайте поймем, что происходит при движении по какой-то окружности. На самом деле нужная ответа, потому что это поле мы получили рассматривая ситуацию, когда минус один оборот. Но давайте еще раз посмотрим. Начали с этой точки. Вектор шел направо. После этого мы идем вдоль этой точки и обнаруживаем, что вектор стал вертикальным из. Это значит, что произошел поворот по часовой стрелке. После этого мы дошли вот сюда и вектор стал влево. Ребята, мы сейчас движемся по этой окружности против часовой стрелки, а здесь мы движемся по и мы дойдем вот сюда, то вектор будет идти вверх. И когда наконец дойдем мы шли и прочее сразу сделали, когда мы дойдем сюда, то вектор опять будет сюда. Господа, мы сделали в точности минус один партия. Это главное. На самом деле это во всей этой истории главное. Я указал вам, смотрите, для любого целого я указал вам векторное поле, которое делает ровно n оборотов. Во-вторых, я конкретно показал вам пример, когда один оборот, и пример, когда минус один оборот. Вообще не надо думать, что количество оборотов обязательно один делит один, бывает любое решение. Мы сейчас докажем удивительно простую и удивительно что мы за эти умные теории оказывается, когда у вас пространство есть любая поверхность ограниченная без границ, то у нее сумма индексов, но если векторное поле такое, что у него конечное число особых точек, то сумма индексов не зависит от векторного поля. То есть, если вы берете например самую обычную сферу и на этой сфере устраиваете векторное поле, давайте просто будет ветер дуть вдоль параллелей. Согласитесь, что это понятно? А? То есть вдоль параллелей вот так вот ветер дует. и вдоль всех параллелей дует ветер с западом востока. Давайте посмотрим, сколько у этого векторного поля особо точек. Понятно, что это за точек? Это вот это и вот это. Замечательно. А что у нас вокруг полюса? То же самое, что у меня есть понятная ситуация, крутится по окружности. Чему районитекс? Чему районитекс такой штуки? Вокруг точки просто крутится. Учили же сегодня. Полагательство. Единицы. Единицы, конечно. Так, а здесь? А? Минус. А вот минус. А вот минус. Если у вас было векторное поле, то минус векторное поле дает ровно столь же. Давайте посмотрим. Вы думаете, что если у вас есть вот вектор касатель вот так вот, да? И вы в каждой точке нарисуете противоположный вектор. Вам кажется, что он даст минус один оборот. Ничего подобного. Проследите. Посмотрите, в этой точке вот этот пунктирный вектор шел вниз. Замечательно. Давайте нарисуем. Вот он шел вниз. Здесь он куда пойдет? Вправо. Здесь он куда пойдет? Вверх. Вы понимаете, что мы движемся против часовой стрелки, а эта штука куда движется? Тоже против часовой стрелки. И когда вот такой вектор был, двигались против часовой стрелки. и когда радиус вектор был, двигались туда же. И когда этот, двигались туда же. Дело в том, что этот вектор отличается от этого во всех точках поворотом на одну и ту же величину. А поэтому не может как бы как поворот одного происходит, так и поворот другого происходит в ту же самую сторону. Нет, господа, здесь индекс должен быть. Таким образом, если верить теорему, которую я сейчас вам покажу, то для любого вектора монополя на сфере сумма индексов будет равна двум, а два это эйлеровых действий.